И одна из этих проблем, она обсуждается нами достаточно давно, но так и не решена. Каждый день, каждый день у нас погибает пациент от тяжелой неконтролируемой инфекции. И прошлое заседание было посвящено во многом этому вопросу, новому препарату, который пришел к нам в реальную клиническую практику. Но этот препарат, судя по всему, вряд ли сможет широко продвинуться в связи с высокой стоимостью. И достаточно небольшой прибавкой, я попытаюсь это показать, к тому, что мы имели на сегодняшний день. Поэтому нам опять приходится еще раз возвращаться к узкому кругу лекарственных препаратов, пытаясь выстроить правильную тактику. Мы знаем, что недостаток нейтрофилов прямо пропорционально повышает риск инфекции. Мы знаем, что неназначение антибиотиков при условии инфекции в условиях нейтропении очень быстро приводит к негативным результатам. И исторически, начиная с 70-х годов, со Стивена Шимфы, который открыл комбинацию карбеницелина и гентамицина, круг антибиотиков, реально работающих на пациентов с инфекцией в условиях нейтропении, крайне небольшой. На сегодняшний день в стандарты входят фактически 4 препарата. Цеппиразон, сульбактам, который широко применяется в Российской Федерации, широко в мире применения не нашел. Во многом вследствие того, что реальных клинических исследований по нему не проводилось. А теперь, что дали сменяющие друг друга комбинации антибиотиков в контролируемых исследованиях? Мы видим драматическое снижение частоты смертности от инфекционных возбудителей, если это Грамм+. Но очень маленькая подвижка при Грамм-минус возбудителях, когда Грамм-минус возбудителей играет принципиальную роль. Вот если мы возьмем пациентов с острым ликозом и не будем проводить им химиотерапию, то они будут погибать от стафилококковой инфекции. У меня был пациент, который погиб от клостридиальной инфекции, и были очень характерные изменения мышц, очень интересная крепитация. И я сломал голову, пытаясь найти источники, которые позволили бы мне поставить правильный диагноз после того, как были сложности с бактериологическими исследованиями. И я в одной из старых книжек нашел, что оказывается при острых лейкозах клостридиальное межмышечное абсцидирование тоже было частой причиной смерти. Но как только мы стали применять цитостатическую терапию, 70-80% инфекции – это Грамм негативной аэропы. Это энтеробактерия С. Аналогичная ситуация при целом ряде других самых частых причин инфекции в гематологии. При этом у нас есть признаки тяжелого течения инфекции. То есть мы сейчас обсуждаем, что делать с самыми тяжелыми пациентами, у которых есть нейтропинь, есть инфекция. Ну в первую очередь это клинические проявления, во-вторых, это температура и системные проявления, есть лабораторные проявления, ну и есть таблица МАСК, о которой мы говорили в прошлый раз. Есть биохимические проявления. Первое из них, которое широко может применяться, это уровень цирреактивного белка. Второе, это уровень, в данном случае это исследование Керна по интралекину-8 и в некоторых у нас, так сказать, стационарах тоже используются маркеры сепсиса. Их теоретически при высокой цифре мы можем использовать в качестве фактора прогноза. И вот в этом случае, так сказать, еще на заре разработок, так сказать, методов лечения было показано, что для грамма отрицательной бактеремии было единственное клиническое исследование преимущества комбинации аминогликозидов и бета-локтавов. То есть для тяжелой инфекции еще в добрые старые времена, до периода развития резистентности комбинированная терапия была правила. Второе, есть еще одно исследование, когда попытались понять, от чего помирают наши пациенты с инфекцией на фоне нейтропении. И были проанализированы множественные факторы. И что оказалось? Что на первом месте, с точки зрения риска, вот это вот, через квейр квадрат, это уровень риска, является уровень остаточного азота. На втором месте уровень давления менее 80 мм фртутного столба. Отсутствие нормы в ментальном статусе, число сердечных ощущений свыше 135, отсутствие амбулаторного статуса, то есть тяжелый статус ПАИКОК 1, 0, так сказать, точнее 2,3, общий белок меньше 43 и так далее. Но когда эти однофакторные анализы свели в одну группу, то получилось, что максимально играет остаточный азот крови. Формально можно экстраполировать на уровень креатинина, ЧСС больше 135, ЛДБ 1,5 и более нормы и уровень глюкозы. Довольно странные факторы. Но если они в размере 2 и 3, ситуация с антибактериальной стартовой терапией должна решаться по сверхжёсткому принципу. Вторая проблема, которая на сегодняшний день есть, это то, что даже зная о том, что пациента инфекция будет протекать крайне тяжело, наш выбор в антибиотикотерапии ограничен резистентностью. Речь идёт о нашей замечательной стране, и мы видим СБЛ-гиперпродукцию клепсиелы, приближающуюся к 100%, резкое повышение ацинета бактера резистентного карбопинема и постепенное повышение клепсиелы к резистентной карбопинема. Это очень плохие признаки. Оказалось, что одним из главных методов, одним из главных факторов риска развития резистентности являлось широкое применение цифалоспоринов третьего поколения в 80-х-90-х годах, в том числе и в нашей стране, которые повышают риск развития резистентности целого ряда факторов в несколько раз. Поэтому, скажем, до начала 2000-х годов эти препараты рассматриваются как препараты надёжные, но после широкого распространения резистентности в нашей стране единственными более или менее работающими антибиотиками остались карбопинем. Имепинем, меропинем, дорепинем и ортопинем вроде бы огромное мощное воздействие и ранние исследования по сравнению меропинема с цифтозидимом показало, что для наиболее рискованной группы пациентов есть существенная разница и разница на всю группу, говорящая о том, что цифалоспорина третьего поколения проигрывает. Есть данные метаанализов, показывающие о том, что цифалоспорины, карбопинемы выигрывают практически у всех препаратов, которые мы можем использовать для лечения фибрильной нейтропении, но при этом карбопинемы значимо увеличивают риск псевдомембранозного колита, а это на сегодняшний день еще одна нерешаемая практически проблема, потому что мы встречаемся с клостридием в дефицеле, которая практически перестала быть чувствительной к ванкомицину, к метронедозолу, и некоторые наши пациенты, и не только у нас, но и в Соединенных Штатах Америки погибают от этого осложнения. И второе, повышается частота судорожных реакций на фоне лечения карбопинемы. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день резистентность к карбопинемам балансирует на ленточке, то есть буквально некоторое количество факторов, небольшое, склоняет к тому, что это чувствителен, возбудитель или не чувствителен, чрезвычайно важным являются фармакокинетические свойства некоторых из применяемых нами карбопинемов. Например, дорепинем отличается от имэпинема и меропинема стабильностью в растворе. Это означает, что препарат можно капать не полчаса и не час, а 2, 3 и 4 часа. Вы скажете, ну это ужасно, потому что наши медсестры перегружены, а мы их еще и заставляем достаточно длительно капать антибиотики. Но если мы посмотрим на фармакокинетические параметры, мы увидим, что длительное введение в данном случае карбопинемов, а на самом деле это характерно для очень многих бета-локтанов, принципиально делает индекс резистентности ниже, потому что более длительный период времени МПК превышает чувствительность бактерий. Это чрезвычайно важно. Поэтому я взял вот это исследование, при котором сравнивалось активность карбопинемов и активность защищенного цифалоспорина, которые сейчас выходят в качестве одного из главных на резистентную карбопинемофлору. И что получилось? Что и комбинация защищенного цифтозидима и эффективность дорепенема практически полностью совпадала. Плюс к этому это касалось в отношении одного из самых злых возбудителей синегнойной палочки. Что еще важно? Что препарат прекрасно работал на синегнойную инфекцию против целого ряда других препаратов, поэтому вот эта особенность делает дорепенем реально в условиях высокой резистентности преимущественным препаратом. Это еще важно с другой точки зрения. К сожалению, мы живем в век генериков. Он обладает при метаанализе существенно меньшим риском, в отличие от имя пинема, судорожного синдрома. Но на это мы можем, в конце концов, махнуть рукой. Ну судороги, судороги, сняли судороги, продолжаем лечить. А то, что мы, так сказать, сейчас используем генерики, которые, к сожалению, в отличие от оригинальных препаратов в отношении карбопинемов, имеют а, сниженную активность, б, не очень удобную форму, которая приводит к резкому ухудшению растворимости, делают эти препараты погранично действенными. И сохранение оригинального препарата, который обладает всеми вот этими свойствами, а единственный препарат из карбопинемов, который удержал свой патент на сегодняшний день, является доропинем. Это чрезвычайно важный фактор. Но даже если мы будем использовать карбопинемы по показаниям и в максимальных дозах, мы за 10 лет снизили их эффективность почти в 2 раза, а в некоторых отделениях и больше. Что делать в этом случае? Отказываться от карбопинемов или всё-таки пытаться их использовать? Как показали результаты исследования, если мы лечим потенциально карбопинем-резистентные возбудители без карбопинемов, мы не достигаем никакого эффекта. Если мы всё-таки назначаем карбопинемы, какого-то эффекта мы достигаем. Плюс к этому два дополнительных антибиотика, это полимексин и тигициклин, позволяют нам рассчитывать на эффективность при карбопинем-резистентной флоре. Но если мы их объединим, карбопинемы, и, так сказать, скажем, если мы вот сюда вернёмся, тигициклин и полимексин, то мы будем достигать существенно большего эффекта, чем мы будем использовать эти препараты в монотерапии. Поэтому на сегодняшний день карбопинем, несмотря даже на резистентность, остается, полимексин это колистин, да, значит, остается базовой основой комбинации, так сказать, препаратов. Монотерапия при резистентности карбопинема, тигициклин 40% летальности, колистин 50% летальности, карбопинем 58%, не 100%, а если мы даём комбинацию карбопинема, тигициклина с аминогликозидом, то летальность 0%. То есть эти препараты по-прежнему, так сказать, остаются, но при этом мы должны помнить, что мы должны давать мощные карбопинемы и давать их, так сказать, длительные инфузии в максимальных дозах. С этой точки зрения дорепинем представляет определённые преимущества. Вот комбинации, которые на сегодняшний день могут сработать в наиболее трудных клинических случаях, и в половине из этих комбинаций всё-таки карбопинем, как вы понимаете, присутствует из всех этих вышесказанных слов. Спасибо за внимание.